Всем привет, друзья! Меня зовут Декстер и добро пожаловать на новое видео! Сегодня у нас с вами будет очень офигенное и очень необычно интересное видео. Сегодня я расскажу вам про школьника, который сам в свои 15 лет зарабатывает сотни тысяч рублей и уже заработал несколько миллионов. Если вы смотрели предыдущий ролик со школьником и с Майком, где они меня разыгрывали и говорили, что школьник продает там ашки, так вот, я нашел настоящего школьника, который на полном серьезе реально ведется своим старшим братом бизнес и продает ашки в 15 лет. Ставьте лайк, потому что он расскажет сегодня, сколько он зарабатывает реально в свои 15 лет. Я пришел к его подъезду и смотрите, что из этого всего получилось. Приятного просмотра! Ну что, чуваки, самый прикол в том, что дорога заняла меня до этого школьника ровно 2 минуты. Я реально просто вышел, короче, немножко прошелся и уже нахожусь здесь, стою здесь, жду его, пока он меня встретит. Долго ждать его не пришлось, он почти тут же вышел. О, привет! Здорово, чувак! Здорово, блин, офигеть! Давай, нормалик, поздоровай со мной. Как? Ты серьезно? У тебя такой пресс? Да. Знаешь, как меня зовут? Как? Рустамчикс. Рустамчикс? Бок Ашек. Бок Ашек, знаешь почему? Бок Ашек. Слушай, ты мне рассказал, что у тебя, типа, настоящий свой бизнес, да? Да. Во сколько лет? В 15 сейчас, в данный момент. В 15 лет у тебя настоящий свой бизнес на полном серьезе. Бизнес. Хочу всем сразу сказать, то, чем я занимаюсь, это очень вредно, это здоровье вредит вашему здоровью. Сколько бы вам лет не было бы, не курите, не парите, не пейте, ничего не делайте, не употребляйте ничего. Ты говоришь, чувак реально в 15 лет. Я предприниматель, основатель огромной компании Дудец Экспресс. Как говорится, доставлю Дудку за минутку. Парень на полном серьезе рассказывал, что он продавец Ашек в 15 лет, и я решил узнать, сколько он зарабатывает. Расскажи, пожалуйста, сколько ты уже в свои 15 лет заработал денег, просто вот. Ну, типа, можешь примерную сумму назвать? Короче, Егор, за последние полгода наш оборот превысил 6 миллионов рублей. И... За сколько? За полгода. За полгода? Да, за полгода. А ты за сколько думал? Да, я вообще ничего не думал. Я думал, ну, типа, у вас так, типа, вы там продаете вы опять штучек, не знаю, там, не веро. Нет, мы сейчас очень много партнеров, потому что наши эти партнеры нас кинули. Ты работаешь не один, да? Ты меня сейчас познакомишь с человеком? Да, я работаю с братом. Все, пойдем знакомиться. Пошлите. Погнали. Вот так, ребят, выглядит подъезд миллионера. Мы поднимаемся. Что, давай, веди. Какой этаж? Нам нужен второй этаж. Егор, смотри, мы еще сейчас работаем над созданием новых вкусов Ашек. Это сардины, картофель фри и краб. Офигеть, с братом работаете? Таких вкусов еще нет? Нет, еще пока нигде, ни на каком рынке нигде нет. Ты думаешь, это будут покупать вообще? Да, конечно, будут. Это очень вкусно будет. Офигеть, можно. Мне, школьник, реально взорвал мой мозг. В свои 15 лет он реально продумывает какие-то бизнес-стратегии, что-то там, что-то мутит. Ну, смотри, ты вообще какие перспективы видишь в этом бизнесе? Потому что ты вот в 15 лет с оборотом 6 миллионов, ну, типа, оборот, нечистые деньги, да? Ну, да. То есть чисто, это сколько, примерно, заработал? Два, три миллиона, примерно так. Два, три миллиона. То есть еще поделить, типа, на двоих, да, получается, между твоим братом? Это просто невероятно, ребят. В 15 лет он заработал полтора миллиона рублей за полгода. Если бы я столько заработал, сколько в месяц получается? Тысяч по 200, да? По 250 больше. Тебе чистыми? Да. Это просто, ребят, это просто бомба. Взрыв мозга. На что ты потратил эти деньги? На что тратишь эти деньги? На Ашки? Да, я скупаю огромный партаж. Как говорят все многие, то, что через год примерно она обойдет наркобаронов, то есть будет продажи намного больше и выше. Как раз я, как я говорил, то, что я работаю над созданием новых вкусов, эти новые вкусы обойдут еще больше. У них будет партия самая огромная. Я сейчас в шоке, ребят. Чем я в 15 лет занимался? Есть. Ай, блядь. Ай, сука. То есть ты, получается, свой... Ты пробуешь свой товар, нет? Нет, я не пробую, потому... Ты куришь вообще, скажи? Нет, нет, нет. Вообще нет. Я этим не занимаюсь. Вообще абсолютно. Нет. Честно. У меня брат может быть этим занимается, но я никак к минимуму даже не притрагиваюсь, только если доставляю и там продаю и все. Напишите в комментариях, сколько кому лет прямо сейчас и напишите, есть ли у вас бизнес, зарабатываете ли вы как-нибудь деньги. То есть не знаю, раздается ли листовки даже элементарно на улицах, но вот чем-то занимаетесь, чтобы заработать деньги, потому что вот таких ребят я абсолютно в полном шоке, потому что они реально в свои 15 лет они мыслят и думают как взрослые, да? Согласись, ты же мыслишь как взрослые. Ну, каждый может начать этим заниматься, только надо, главное, поверить и пойти дальше. И не пробовать свой товар. Да. Все, погнали, что? Давайте проходим. Офигеть, я просто в шоке. Ребята, разувайся. Так, разуваюсь. Когда он открыл дверь в свою хату, я просто офигел от того, что я увидел, и я увидел его старшего брата и начал с ним знакомиться. Какой тут мягкий куврик у нас. Да, он не один пришел. Это мой брат Али Алишка. О, здраво. А это Егор Декстера, знакомься. Егор. О, Егор, очень приятно. Очень приятно, Алишка. Наслышан о твоем... Наслышан? Да, да, да. Только я не понимаю, зачем ты сюда пришел. Он пришел на спираль. Блин, ну это очень интересно. Получается, сколько твоему брату лет? Ну, сейчас 15 только. 15 лет, и он реально тебе в 13 лет предложил создать такой бизнес? Это безумно. Я не знаю, как я согласился, блин, но смотри, во что это все вылилось просто. Что вы понимали, школьник в 13 лет предложил своему старшему брату создать бизнес на Ашках, он отказался, а через 2 года он согласился, и этот бизнес стрельнул. Черт! Просто штоп! Бау! Офигеть, чуваки! Все, вон еще. Офигеть, просто! Это не шутка была. Сколько стоит одна, вот, допустим? Да, блин, они разные. Есть от 300 рублей до полторы тысячи рублей. Полторы тысячи рублей? То есть от того цены прям... Просто вот для друзей просто. А, это для друзей еще? Мы для дома. Мы сейчас познакомимся с соседями решили просто, и так пошло-поехало. Блин, это все его предложение. Я не знаю, как я согласился, но... Спасибо тебе просто, братан. Егор, если ты пришел к нам, вообще, ты видишь это все. Это как раз таки самый популярный бренд на сейчас на рынке, который есть, но... А вот ты пробуешь товар свой, кстати? Слушай, мы пробуем практически все. У нас есть персонал, который работает здесь. Я не пробую. Ну, мы должны знать свой продукт, и что мы вообще продаем, и что мы вообще советуем каждому нашему потребителю. Кстати, Егор, через неделю я лечу в Китай на завод Ашек. Ну, как интересно. На завод? Да, да, именно на завод. Я еще даже не успел оклематься, как школьник мне начал рассказывать про то, что он едет в Китай на завод Ашек. Ёб твою мать, чем я занимался в 15 лет? Один? Нет, с братом, конечно. Без брата меня туда не пустят. Ага. Так, и что вы там будете делать? Мы будем искать новых поставщиков, потому что, ну, как я и говорил до этого, наши старые поставщики уже, ну, давно как бы устарели, они невыгодные и так далее. Угу. Знаешь, вот я тебе скажу одно, в этой папке вся коммерческая тайна. Вот с этой папкой я в первый раз пошел к брату и сказал ему то, что реально бизнес с Ашками это очень выгодно. Потому что изначально, изначально, он мне сказал то, что это вообще невыгодно, сказал, мы уйдем в огромный минус. Было такое? Я вообще не люблю пустые слова. Для меня, чтобы как-то меня убедить, нужны просто цифры, бумаги. И после этого я, наверное, готов был. Но... Он реально с папкой прям пришел к тебе с папкой? Да, он здесь, блин, чтобы ты понимал, он изучил целую аудиторию, цены везде, рынок вообще по сути. Я посмотрел, все изучил. Блин, никотин, целевой никотин. Да это супер на самом деле. В смысле, это супер, ты что, прикалываешься? Это полная дичь. Это вызывает зависимость. Это очень плохо. Да, конечно. После... Он, чтобы ты понимал, он изучил Китай, нашел поставщиков и нашел то сырье, которое они могут для нас изобретать. Ты прикинь, смотри, что он сделал, блядь. Вкус картошки фри. Вот что мы сейчас на момент... Это мы сейчас производим, да. Мы сейчас тестуем варианты, это мы сейчас пробуем, дегустируем. Чувак, ты реально типа не шутил. А это что, это что, закрыли? Каташка фри, но она пошла не по тому плану. Сумасшедшая, просто сумасшедшая. Я за этим всем наблюдал, и у меня голова закружилась. Слушай, мы как открыли этот бизнес, где-то буквально в течение двух месяцев к нам уже начали обращаться все официальные производители этих электронных сигарет. Они начали предоставлять нам свою продукцию, но мы нигде на рынке не могли найти, ашкуди, курилку, любую курилку, которая была бы на максимальное количество тяжек, примерно, хотя по нашим расчетам на 15 тысяч. На 15 тысяч, на 15. Насколько? И уместить меньше этого размера. Ну как думаешь, расскажем тайны? Ну, мы слушаем. Ооо, вот это вот мы любим, тайны мы любим. Если я вас слушаю, я говорю. В общем, знаешь, Егор, только у тебя по секрету говорю и твоим подписчикам, потому что я их всех уважаю и всех их, конечно, не знаю, но очень хотел бы узнать лично. Так. Смотри, сейчас китайцы работают над нашей разработкой. То есть, ашкуди вот такого примерно размера будет. Она примерно будет на 400-500 тяжек, но с одной тяги тебе хватает на целый день. Целый день. То есть, чего-то с одной ашки хватит, ну, 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 что, а если захочешь, типа, еще раз, потом. Ты не захочешь? Ты не захочешь? Ты захочешь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смотри, мы изучили всю, даже подноготную, мы поняли, почему люди курят вообще, ашку, иди, курил тебе сигареты. А курить это плохо. Нет, почему они курят? Мы выявили проблему. Есть никотиновое голодание у каждого. Вот это никотиновое голодание на целый день мы хотим вбить в одну единственную тяжку на один день. Чтобы он подкурился, заправился, и ему, чтобы этого никотинового прям хватило на целый день. Вот мы с чего хотим добиться. Офигеть, чуваки, вы реально... Не, слушай, а это чья была идея? Чья это была идея? Слушай, это все Рустамчик, на самом деле. Рустамчик, вообще гений! Прямо сейчас к ребятам должен был прийти курьер и принять заказ. С этого заказа они получили чистую прибыль бы 600 рублей. Но почему не бизнес? Егор, смотри, сейчас тебе наглядно покажу, как мы отдаем свои заказы. Офигеть, мы сейчас реально, типа, отдадим прям заказ? Да, мы отдаем заказ курьеру только, а не покупателю именно. А курьер дальше достанет. Ваш курьер, получается, это именно ваш курьер или курьер там, да? Да, именно наш курьер. Офигеть просто! Сколько это стоит? Это каждое 990 стоит. Одна 990 и другая 990. И какая прибыль с этого вам? Честно, прибыль я не знаю, надо спрашивать у брата. Олежка? Слушай, я бы сказал бы, что с каждого шпидима мы получаем около 30-40% прибыли. То есть получается где-то 300 рублей с одной очки. Да, да. Где-то 600 рублей. Получается тебе 300 рублей, тебе 300 рублей. Мы все делим напополам. У нас общий фон. Да, и все делится напополам. Егор, смотри, короче, я сделал новый логотип для нашего магазина. Что ты сделал? Подожди, подожди. Новый логотип. Новый логотип. Так, не надо... Да, сегодня я делал, сидел всю ночь и долго монтировал эту фотографию. Покажи. Какого хрена русла? Я тоже хочу быть... Дудец-экспресс? Да. Что это? Я понимаю, вот откуда Дудец-экспресс и вот это вот. Почему? Я придумал новую акцию. Ну, думаю, прочитаешь, что сам поймешь. Акция доставка по району больше 10 минут. Тогда вы можете назвать нашего курьера пи***ом официально. Слушайте. Да, это я согласен. Хорошо, блин. Такие курьеры иногда встречают. Это просто вот... Ну, обычно, у нас, сам согласись, у нас нормальные курьеры бывают. Типа, если ты проще, то я стою побыстрее, они доставляют. Да, это есть. Но проблемы всегда бывают. Особенно, опять, вот, в выходные дни. Час пик. Это просто вот головой мозг. Час пик, да, я согласен. Ты сам знаешь, мне вот просто не надо рассказывать. Вообще, Рустамчик прикололся, на самом деле, с Дудец-экспрессом. Это вообще... Блин, это прикольное название, чувак. Ну, на самом деле, ребят, мы называемся Ашкудей РФ. Доставка электронных сигарет по Москве и по МКАДу вообще. У нас доставка в течение часа по всему... по всей Москве. Также мы находимся... Можно нас найти на картах, Яндекс-картах, Гогл-картах и Двагисе. Офигеть, чуваки, вы, конечно. Вы прям вообще, прям серьезно, все продумали. Подписывайтесь, заходите, покупайте. Всегда все молодым будем. Прожмите лайк, самое главное. Лайкос, это главное. А вот приехал и курьер. Так, вот, возьмите ваши... Ашки. Все, да? Да. Все, спасибо большое. Вы видели, что он сделал? Он просто подошел к курьеру и говорит, вот, Ашки. Все. И все, и курьер отправился. Я с этого просто выпал, реально. Вот, Ашки, говорит, держи Ашки тебе, и все, и езжай. И вот так обычно каждый день приезжают к ней домой. Офигеть, чувак. Забирают Ашки. И даже спасибо не говорят. Ты так и поговоришь, типа, вот, здравствуйте, возьмите ваши Ашки. Просто он какой-то злой стоял, я его испугался. Ты понимаешь, да, откуда такие у нас акции появляются? Это просто х**ть. Прям просто стоим, общаемся, сейчас он курьер пришел. Курьер какой-то злой был. Не доверяйтесь таким, сразу говорите, что он п*****. Я вам в тебе говорю. Этот курьер п*****. Он даже спасибо не сказал, ушел. Реально. Можно я прямо закатаю? Да, конечно, мы с рулем. Давай. Уфигеть, давай. Алло, да, здравствуйте. Спустя еще пять минут раздался звонок на заказ кальяна, и Рустамчик сам решил его принять. Посмотрите. Алло, привет, привет. Слушай, кальян хотел бы заказать. Да, конечно, без проблем. Какую крепкость предпочитать? Делать шестерочку давай. Да, хорошо, без проблем. Вкус какой более желаете? Я помню, у вас были заперчки, это из фирмы. Можно как-нибудь здесь закрывать? Да, да, еще присутствует, конечно, можно. Вы назовите ваш подъезд, квартиру, этаж. Ну, что делать? Мне нужны электронные одноразовые фигуреты. Отлично. Смотрите, у нас, к сожалению, нету, нету, но у нас, по-моему, вовремя лица, это ошибка. Просто в шоке, ребят, сейчас просто в шоке. Белый с красным огоньком? Да без проблем, конечно, у нас есть, имеются. Вы где сейчас находитесь? Скажите, куда вам доставить? Ну, хорошо, мне нужен конкретный, более точный адрес, чтобы мы поняли или считали, какая будет доставка. А сколько, почем они стоят? Слушайте, у нас с ШКД начинаются разные. От 500 рублей, также от 300 есть рублей, до 1500 рублей. Я принялся, как раз. Вам интересно, какое количество тяжести? Вы это видели? Они реально разговаривали на двух трубках, и одному заказывали кальян, другому заказывали ашки. Эти заказы были одновременно, черт возьми. Что вы понимали, буквально за одну минуту им позвонили два заказчика. Два заказчика, то есть у них реально идет огромный поток. Я в шоке, то есть ему звонят и на рабочий телефон, и на айфон, и заказывают кальяны, и заказывают эти ашки. Это вообще, это как можно было в 15 лет придумать, реально. То есть, по сути, они курьеру отдали, заработали по 300 рублей. Сейчас они еще это доставят, заработают по 300 рублей. То есть они буквально за час заработали каждый по косарю. За час! Чувак, а почему ты мне ничего не сказал про кальяны? Вы еще, получается, доставляете кальяны? Да. По дому? Да, это доставляет брат, но он занимается таким маленьким бизнесом, еще дополнительный бизнес. Офигеть, вы посмотрите, ребят. Вы посмотрите просто на это. Сколько стоит один кальян? Один кальян приносит... Именно я не смогу сказать, сколько он прям стоит, но я знаю, сколько он приносит прибыли. Сколько стоит? У кальяна примерно маржа 70% чистой прибыли. Офигеть, а сколько стоит кальян? Кальян у нас на первый заказ 1190 рублей, а уже для постоянников со второго заказа 990 рублей. Офигеть, слушай, это довольно дешево. Это ниже средней стоимости во всех кальянах в Москве и по кругу. Офигеть, вы что делаете? Я вообще сейчас в шоке. Вы там не охренели, случайно? Что так удобно? Этим занимается брат, не я, так что я в этом не между ТКАшками, помогаем. А ты получаешь с этого дохода? Ты сейчас получишь доход с кальянами? Нет, с этого получают только брат. А, только брат. Нет, это просто офигеть, насколько сейчас школьники прошарены. И вообще мы реально пошли доставлять кальян и забирать деньги. Прикиньте. Ну что, мы идем зарабатывать деньги. Косарик идем зарабатывать сейчас. Кальян за талишки. Офигеть. За газоток будем отдавать. Вы просто вот так вот ходите, получается, ходите просто так по подъездам. Это самое простое. Просто по дому носим кальян. А это можно? Это можно так делать? Конечно. Технология очень простая. Мы делаем кальян, сразу ставим угли. И пока несем, кальян уже практически будет готов. Мы ставим, раскуриваем и отдаем. Усилий максимально мало. Оставляем кальян. При необходимости бы звонить. И просто какие-то минимальные направления басим. Вот мы уже подходим к нашему чек-квартире. Наш постоянный гость. Он не против, что мы его подснимем? Слушай, нет. На самом деле он как раз таки тоже занимается блогер. Звездный программист. Валерий, здравствуйте. Я принесу кальян. Знакомьтесь. Добрый день. Да, без проблем, конечно. Не против, если поснимаем? Да, окей, конечно. Ну, а, ребят, не забываем, что это все очень вредно. Лучше, на самом деле, не курить. Это реально все очень вредно. Рустамочка, а ты что стоишь? Мы не призываем никого курить. Парите что-то употреблять. А лучше поставьте просто огромный большой лайк. Смотри, вот тебе косарь. Я помню, вы еще ашки перерабатываете. Да, да. Вот две ашки. Все. Как что-то пробует, я не стал вставлять ролик, потому что курение вредит вашему здоровью. И нашему тоже, и моему здоровью. Поэтому челу все понравилось, он говорит, ням-ням-ням-ням, держи косарь. Че вы делаете? Дополнительные способы заработка, это уже закончившиеся или неисправные ашкидишки и электронные сигареты. Давай, да, Рустамчик расскажет. Рустам. Ну, короче, когда мы сдаем ашки, мы получаем скидку на следующие заказы по 100 рублей. И с каждой ашки так по 100 рублей мы получим. А, то есть можно сдать использованную ашку и потом его, типа, скидку получить? Ну, это надо связываться с официальными менеджерами, и только через них можно это все проработать, то есть узнать. В общем, кальян мы продали, заработали 1000 рублей за этот заказ, и был еще один заказ. Вы не поверите, но был еще один заказ, который Рустам специально отложил к моему выпуску. Это был крупный заказ, и вы сейчас просто охренеете от того, насколько он крупный. Так, Рустам, расскажи, что мы сейчас будем с тобой делать, потому что для меня это вообще шок. Давай, рассказывай. Я пришел давать самый большой заказ за последнее время, но я его решил отложить на ролик. Это специальный, ребята, отложенный заказ, специальный для моего видео. Я просто в шоке. Вы посмотрите, здесь, наверное, сколько здесь ашек? На 120. На 20 тысяч. Серьезно? Да. Покажи, сколько их там. Их там просто раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, только вот этих вот, эти вот дорогие, да, получается? Это мой знакомый тиктокер, он всегда-всегда заказывает большие заказы, он покупает для тиктокерского дома, а там они... А что за тиктокер, что это? Я знаю, что он Валик Карнавал, там Егору Шипу, он многим из них распространяет тетяшки. То есть они потом делают у нас заказ. Серьезно, да? Клент уже на подходе. Здорово, чуваки, йоу, здорово, брат. Дексер, серьезно, ты тоже был, брат? Чего, чувак? Помнишь, мы снимали все тебя в ролике, я у тебя что-то выиграл, я точно не помню. Блин, это у меня... Это у меня видосы с ним? Да, брат, серьезно, в 19-м гору, брат. Охренеть, это когда было? 19-й год, брат. Я тут вообще охренел, думаю, знакомое лицо не узнаю, чувака, он снимался у меня в ролике два года назад, офигеть. Он же снимался школьником, а сейчас он вообще взрослый парень, что-то приехал Ашки покупать для тиктокерского. Короче, весь этот ролик, это огромный просто взрыв мозга, я просто не могу это адекватно воспринимать, ребят, извините. Еще лето. А ты что, типа, а ты его знаешь? Я не знал, что снялся, я не знал, что снялся ролик, честно. Реально не знал? Нет, я не знал. Офигеть, а ты знал, что я здесь буду? Вообще нет, он не предупредил, брат. А ты окей, ну что? У нас открытая съемка, вот твои Ашки, смотри. Брат, брат, ксер. Слушай, а в какой тиктокерский дом? Ты же тиктокер, да? Я, да. А в какой тиктокерский дом ты? Никому не покажи. Покажи, 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 покажи. Вот, пятерики, видите все. Ну покажи, да что ты? Я же ему тиктокерскому дому закупил Ашки, поэтому так много, брат. Серьезно, смотри сюда, смотри. Да я видел, чувак, там штук 20 просто. Это грязь, это грязь. Это грязь. Мы тиктокеры, мы делаем грязь. Я тороплюсь очень, давайте. Ладно, давай. Давай, чувак. Короче, давайте, да, все, конечно. Вот заработаем мы халябные бабушки. Ну покажи, ну покажи, ну что ты, блин, скрываешь, а? Так, вот мои деньги. Это 20 козарей просто. Пошлите отсюда, пошлите домой. Погнали. Слушай, Рустам, бывали такие случаи, что вас кидали, например, на деньги? Да, конечно, бывали, и не один случай, но самый большой, когда человек нас обманул на большую сумму, это 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей! Да, он скидал фейковые чеки, отправок денег, а мы доверчивые. Мы решили давать ему... Вы нормальные ребята, я вижу, типа вы... Мы передавали ему товар, но деньги так сами все не приходили. То есть в течение полгода... А есть его номер? Да, есть номер, приходите в Телеграм, и там все будут номера всех мошенников. Это максимально обидно, то, что сделали с ребятами, поэтому переходим в Телеграм-канал, там будет информация о мошенниках, давайте поможем ребятам, реально нашей огромной семьей, у нас же очень много ребят, мы просто уверены, что мы добьемся того, чтобы им вернули деньги. Переходите по ссылке в описании, мы будем очень вам благодарны, всем спасибо, кто поможет, и всем удачи. Ну что, друзья, на этом мы завершаем наш ролик, я считаю, что Рустама, человека, с которым я вас сегодня познакомил, это просто, типа, реально охренеть можно. В 15 лет он устроил себе бизнес, где поднимает кучу денег. Ребят, я вам предлагаю, особенно парням, неважно сколько вам лет, вам может быть 13 лет, 14, не обязательно этим заниматься, да, типа, и ни в коем случае не курите, это очень-очень вредно. Вот, не обязательно этим заниматься, вы можете любой бизнес устроить и как этот чувак просто, типа, что-то продавать. Это очень просто и очень сильно интересно. Блин, спасибо тебе огромное, чувак. Тебе спасибо, что позвал наш ролик. Огромное тебе спасибо. Запомните, ребят, всегда мотивируйте сами себя и говорите, что вы все сможете, идите вперед, только вперед. И ставьте огромный палец вверх, все. В принципе, я вам все сказал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Декстер, ссылочку на тебя оставлю в описании. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok